Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 июля и сегодня главный герой нашей дегустации это монгольский карлик. Я в открытом грунте в теплице на кустах очень часто показывала этот томат. Вы уже видели его скорее всего не раз. Если кто не видел, то я сейчас напомню, этот томат называют чудо томатом, потому что он выращивается без подвязки, без пасынкования. Его можно вырастить по принципу посадил и забыл. То есть этот томат грунтовой, никогда не вырастает больше 30-40 сантиметров. Только начинает подрастать, сразу все его вот эти пасынки многочисленные начинают расползаться по земле и все. Вот он неприхотливый, он ранний, считается скороспелым. Его нужно вовремя только посеять и высадить. У меня в этом году и в теплице, и в открытом грунте он рос, причем в открытом грунте томаты получились намного крупнее, чем в теплице. Все-таки это сорт для открытого грунта, но в теплице тоже можно вырастить. Вот я взвешивала с первых кистей, как и указано, до 200 грамм. На первых кистях у меня 190, 200, 210 грамм. Крупнее он, наверное, не бывает, но у меня, по крайней мере, не получилось. И вот эти плоды, не удивляйтесь, что они у меня не все спелые. Есть некоторые в фазе такого бурого, бурые, потому что монгольский карлик все хорошо, но он становится мишенью для слизней. У меня слизни нападают на него, вы понимаете, что он лежит на земле, и как только начинают эти томаты более-менее становиться мягкими и спелыми, утром зайдешь, обязательно там слизень торчит в дырочке, и он прям выхлебывает этот томат, весь высасывает. Поэтому я вот сегодня прошлась, обобрала все спелые, обобрала все бурые. Сейчас посмотрим, как он выглядит, ну, мясо какое у него. Конечно, он не принадлежит тем сортам, которые мы называем мясистые-сахаристые, но многие-многие зрители пишут, что у них монгольский карлик получается сладким и получается именно вот таким вот с хорошим мясом. Вот у нас нынче лето было жарко, и тоже видите, что у него мякоть вот такая арбузная крупинками, если мы разламываем томат, и он с него вообще ни капельки сока не вытекает, это значит, он мясистый, с повышенным содержанием сухих веществ, влаги в нем мало. Но опять же, еще раз напомню, что это не всегда характеристика сорта, это иногда на это влияет очень хорошо. Данная погода и лето иногда бывает дождливое, если было дождливое лето, возможно, он был бы такой, не такой крупинчатый, не такой мясистый. Вот лето, погодные условия, все это влияет на наши томаты. Сейчас разрежем вот так. О, прекрасный, прекрасный разрез. Мясо наполовину с семенами, никакой белой здесь не прозрелого, вот такого как пучка или есть сердцевина белая, у некоторых томатиков бывает нет, для подстраховки. Сейчас еще один разрежу. Прекрасный, хороший томат. Конечно, семена немного крупноватые, хотелось бы всегда, когда мы кушаем, нам хочется семена помельче иметь, а когда мы собираем семена и когда сеем, производим посев, нам хочется семена покрупнее иметь, потому что крупные семена, они всегда сильнее, у них больше процент схожести и получается сильнее рассада, больше энергетический запас в семенах. Вот у монгольского карлика прекрасные семена для того, чтобы собирать свои семена, высевать на будущий год. Вот многие в прошлом году от меня получали даже монгольский карлик в подарок, я его распространяла, потому что неприхотливый, очень удобный сорт. Проблема, только нужно ему много места. Так, сейчас еще я попробую кусочек, отрежу. Мясо вы посмотрели, какое у него монгольский карлик оказался мясистым. Сейчас посмотрим, сахаристый ли он. Не буду врать, плод не очень сладкий, присутствуют ноты кислинки, но все-таки это ранний вот такой скороспелый томат для открытого грунта. Обычно эти сорта нас не поражают своей сладостью, так как вот более поздние, которые потом будут, вот эти у меня золотые купола, загадка природа, розовый мед, они, конечно, сладче, но такие томаты берут своей массой, своей плодовитостью, он очень урожайный и, конечно, незаменим для всех томатозаготовок, для сока, для пюре, для кетчупов, варить лечо. Значит так, томат мясистый, хороший, не водянистый, обыкновенный томатный вкус, с нотой кислинки. Кислинка очень хорошо присутствует, но если, например, вот эти у меня не очень дозрелые томаты, потому что спелые я в первой партии уже переработала, если вы дождетесь более полной зрелости, укладите, положите на дозаривание и подождете, когда они будут прям ярко-ярко-красные, возможно, он будет более сладким. Все, до свидания. Это был номер 170 в моем каталоге, монгольский карлик. Продолжение следует...